МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала 1-й карагандинские новости. В студии Гульнор Жакен. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Карагандинцы штурмуют прокуратуру. Сотни людей требуют освободить задолжавшую им предпринимательницу. 120 жителей поселка Ахсу-Аюлы рискуют заразиться кишечными инфекциями. На одной из улиц отсутствует водопровод. Люди вынуждены употреблять грязную воду из колодца. Ученые караганды поддерживают переименование Октябрьского района. В Государственном университете считают, что личность Алихана Букиханова заслуживает всеобщей памяти. В Караганде вкладчики предприятия «Оптовка» штурмуют районную прокуратуру. Люди требуют освободить руководителя финансовой пирамиды, которая должна вернуть им деньги. Многие вкладывали в компанию миллионы и получали баснословные дивиденды. Фирма никого не обижала. Сегодня утром всех вкладчиков ожидал неприятный сюрприз. Дверь конторы закрыта, руководства на месте нет. В деле разбиралась Аймамрина. Во дворе прокуратуры Октябрьского района яблоку негде упасть. Сотни жителей Майкудука требуют встречи с прокурорами. По словам карагандинцев, они хотят добиться разъяснений об участи руководителя ТО «Финанс-Оптогрупп», а иначе «Оптовка». Сказали, что полиция возбудила уголовное дело. На основании чего не отвечают, не говорят. Вот сейчас задаем вопрос, не отвечают. Вкладчики заключили договора с некой Еленой Колесниковой. По словам людей, она руководитель «Оптовки». Карагандинцы не верят, что компания могла их обмануть. Понимаете, просто вернут ли и будем работать, это наше дело. Мы же не писали заявление, никто не писал. Люди требуют, чтобы компанию оставили в покое. Они боятся лишиться своих вкладов. Вкладчики твердят, что благодаря системе этой компании многие из них погасили кредиты, сделали ремонт. Самый минимальный вклад – 50 тысяч тенге. Проценты люди получали еженедельно. Дайте возможность, значит, вернуть эти деньги, которые мы вложили. А потом хоть запроверяйтесь. Почему с апреля месяца она работает с апреля? Почему же в апреле ее не задержали? А задерживают через полгода, когда оборот набрался, когда деньги есть. Кто заберет наши деньги сейчас? Прокуратура, полиция, налоговая. Кто заберет? Пенсионерка Полина Деревянко тоже стала жертвой финансовой пирамиды. Она вложила свои последние накопления. 70-летняя женщина рассказывает, что ей компания очень помогла. Это было какой-то ужас. Никогда в жизни задержки не было. Люди осаждали двери прокуратуры до последнего. Пока к ним не вышли сотрудники. Прокуроры пояснили, никто никого пока не обвиняет. Правоохранительные органы проверят деятельность фирмы и объявят результаты 20 октября. А сейчас на рапорт спецорганов. Да, вот скажите, пожалуйста. Да, спецорганов, рапорт. Они должны проверить это все на основании этого рапорта. Если рапорты, все, да, он там этот, возможно, это. Если, да, с апреля месяца это работает, да, если нарушения какие-то появляются, если человеку какая выгода, вам выгоду делать, а себе ущерб. У него что, неископаемые недры, что ли, отсюда денег, да? Поэтому мы должны ее доход проверить, ваш доход проверить. Чем конкретно занималась ТО, никто сказать из вкладчиков не смог. Известно лишь, что в регионе действуют 4 филиала. В Тимиртау, Пришахтинске, Майкудуке и в Караганде. Полиция обещала прокомментировать ситуацию позже. А ее мамрина Жаслама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 120 жителей поселка Ахсуа-Юлы страдают из-за отсутствия питьевой воды. И все потому, что их улицу забыли включить в генеральный план населенного пункта. По словам сельчан, вода из единственного колодца не соответствует санитарным нормам. Местные власти разводят руками. Денег на строительство водопровода в бюджете нет. Вода из колонки грязная, в ней черви. Но выхода нет, мы вынуждены ее пить. Дети болеют, у них отдышка и плохие анализы. Для жителей улицы Кумжон поселка Ахсуа-Юлы непривычно звать на чай. И не потому, что люди негостеприимные. На этой улице чистая питьевая вода на вес золота. Селяне говорят, их улицу просто забыли включить в генеральный план поселка. Потому и воды нет. И чиновники не могут выделить деньги на улицу, которой не существует по документам. От безысходности люди вынуждены употреблять непригодную для питья воду. Мы обращаемся с 2012 года в районный Акимат, прокуратуру. Пишем им о непригодности воды, о плохих дорогах. Но в Осыпаны не там. Нас просто забыли. Мы вынуждены пить эту грязную воду. Стараемся фильтровать ее, но это мало помогает. Многие начали болеть. Я сам только недавно приехал с онкологией после операции. На жалобы жителей никто не реагирует. Местные власти хоть и знают о проблеме, но решать ее не спешат. Зато уже подсчитали, что на проведение труб и другие работы понадобится 20 миллионов тенге, которых в бюджете нет. Чиновники не скрывают, что злободневный вопрос в этом году не решится. По словам чиновников, вопрос находится на особом контроле. Однако, что мешало привести в порядок документы за столько лет, он ответить не смог. Ведь проблема с водоснабжением села возникла не вчера. Она существует уже десятки лет. Причем вода – не единственная проблема поселка. Среди других злободневных значатся дороги и благоустройство. Айя Мамрина, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. Служба пробации будет помогать подозреваемым на стадии досудебного расследования. К примеру, последственные смогут обратиться за помощью в восстановлении документов. Эти новшества могут вступить в силу после принятия нового закона о пробации. Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения. Плюсы и минусы документа обсудили сотрудники правоохранительных, надзорных органов, а также независимые эксперты и правозащитники. Институт пробации в нашей стране был создан в феврале 2012 года. В настоящее время существуют два вида пробации. Условно-приговорная – это когда человек получает условное наказание, либо ограничение свободы, и постпенитенциарная – то есть после выхода на свободу. Основная цель нового законопроекта заключается в дальнейшей гуманизации уголовной политики, приближении ее к мировым стандартам. Предполагается внедрение досудебной и пенитенциарной пробации, то есть помощь подследственным и заключенным. Помощь лицам именно на стадии досуда с целью составления определенной характеристики, которая оформляется в форме доклада, сдается в соответствующие судебные инстанции. Ну, соответственно, свою определенную лепту оно должно сыграть позитивную, в смысле в пользу именно того, кто осуждается. По словам инспекторов службы пробации, с выходом нового закона работы им прибавится. Досудебная пробация шире раскроет личностные характеристики подсудимого и позволит применять наказание, не связанное с лишением свободы. В случае вынесения судом приговора о лишении свободы наступает период действия следующей модели пробации – пенитенциарной. Лицам освободившимся, например, будут оказаны помощь в трудоустройстве, в адаптации нового гражданского общества, также оказание, восстановление документов и так далее. Вот, помощь лицам, которые находятся в местах лишения свободы, им тоже восстановление документов, какие-то правовые помощи, может, услуги. Пробация в переводе с латинского означает «испытание». В данном случае испытание проходит под надзором. Суд, назначив виновному наказание, не связанное с изоляцией от общества, возлагает на него ряд обязательств. То есть испытывает на предмет целесообразности лишения свободы. Служба пробации должна не просто контролировать процесс испытания. Инспекторы должны помогать в трудных ситуациях, например, в вопросе трудоустройства. Айя Мамрина Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ученые Караганды поддерживают переименование Октябрьского района. В Государственном университете считают, что личность Алихана Букиханова заслуживает всеобщей памяти. Напомним, что в этом году казахстанцы отмечают 150-летний юбилей лидера Алашурды. Также юбилей будут праздновать в международном масштабе в рамках ЮНЕСКО. Решение о переименовании Октябрьского района недавно озвучил Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона отметил, что решение было принято на уровне правительства. В скором времени Маслихат проведет общественные слушания по данному вопросу. Если жители поддержат инициативу, то Октябрьский район, а это Майкудук и Пришахтинск, будет носить имя великого лидера Алашурды Алихана Букиханова. Октябрьскому району нужно дать имя Алихана Букиханова. Также нужно правильно решить вопрос расположения памятника. Его нужно установить не на какой-то отдаленной улице, а именно в центре Майкудука. На общественные слушания могут прийти все желающие жители Караганды. Правда, они должны иметь при себе удостоверение личности. Документ необходим для того, чтобы подтвердить место жительства. Организаторы общественных слушаний не вправе регистрировать иногородних участников, поскольку они не могут участвовать в голосовании. Многие карагандинцы поддержали идею переименования. Олихан Букиханов заслуживает, лучшего места расположения своего имени. Это выдающийся человек. Человек, который мечтал о будущем Казахстана, о таком будущем, которое сегодня мы строим. Он был депутат Первой Государственной Думы. Он был образованный человек, культурный, интеллигентный. И, собственно, его задача была увидеть именно такой Казахстан. Именно таким он его хотел быть просвещенным, культурным, большим, стильным и независимым. За это жизнь положил. По словам чиновников, переименование – это долгий процесс. Он может растянуться на полгода и даже дольше. Вместе с тем, никаких серьезных затрат после смены названия района бюджет не понесет, заверяют чиновники. Ведь переименование улицы и района – это не одно и то же. Так как на домах нет табличек с названием района, нет и затрат. Расходы понадобятся лишь на смену таблички на здании Акимата и новые бланки. Айя Мамрина Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Десятилетний карагандинец Али Хауасхан стал чемпионом Международной Олимпиады по ментальной арифметике. Состязания проходили в Сингапуре. В нем принимали участие дети из девяти стран мира. Среди них Индия, Австралия, Япония, Канада и другие. Али Хауасхан учится в пятом классе Карагандинской гимназии номер 93. В течение последних восьми месяцев любимым занятием стала ментальная арифметика. В апреле Али занял первое место на городской олимпиаде. Это дало ему право представлять Казахстан в Сингапуре. Летом родители и преподаватель школьника начали усиленную подготовку Али к Международной Олимпиаде. Ежедневные тренировки помогли мальчику успешно справиться со сложными задачами. На Олимпиаде нужно было решить 40 примеров за 6 минут и ментально 40 примеров за 2 минуты. Для меня не было сложных задач. Всего же национальная сборная Казахстана по ментальной арифметике завоевала 4 золотых кубка. По словам педагогов, юные арифметики показали свое умение за считанные секунды решать сложнейшие примеры. На экзамен давалось всего 8 минут. В течение этого времени участники складывали и вычитали многозначные числа в уме и на специальных счетах об Акусе. Очень ответственно было участвовать в этой олимпиаде, потому что принимали участие различные методики. То есть ментальная арифметика очень разной методики существует, и поэтому мы вышли на такой уровень, когда состязались действительно с титанами, представителями различных стран, представителями различных школ ментальной арифметики. Ментальная арифметика существует как образовательная методика уже 22 года. Программа развивает интеллект, умственные, коммуникативные, лидерские и творческие способности ребенка. Система также помогает считать в уме быстрее калькулятора. По данной методике, в 56 странах мира обучаются свыше 5 миллионов детей. Андрей Тенжак, Слык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Научить искусству проповедования имама всех мечетей Карагандинской области. Такую цель преследует двухдневный семинар, который стартовал в областной мусульманской мечети. Занятия по ораторскому мастерству ведут специалисты Академии искусств. Имам мусульманской мечети – это не просто проводник ислама и хозяйственник. В первую очередь он проповедник. От того, насколько имам хорошо владеет ораторским мастерством, зависит и количество прихожан. В областной мечети обеспокоены тем, что не все имамы могут грамотно и красиво изъясняться. У нас много имамов, есть имамы, которые учились в престижных, высших учебных заведениях и очень глубоко грамотные. Но, однако, в тех учебных вузах не преподают, например, опытом разговорного жанра. Поэтому мы сейчас хотим поставить это на лад, то есть хотим научить имамов к ораторскому, то есть к ораторическому способностям. Порядка 50 имамов со всех районов Карагандинской области посетили первые занятия. Инициатором такого повышения квалификации выступил верховный муфти Казахстана Ержан Кажи Малгажулы. Каждый имам обязан дать ответ на любой вопрос, касающийся ислама. Такова главная цель этих занятий. Потому что среди молодежи, некоторые молодежи задают вопросы на русском языке, на казахском языке. Наши имамы должны хорошо и грамотно отвечать. В связи с этим мы проводим сегодня в городе Караганда. Кроме этих, мы до этого провели мероприятие, данное мероприятие в Алматы, Шымкент, Атрау, по всем областям. Этот мероприятие будет продолжаться. Занятие проводит заслуженный деятель культуры, профессор Академии искусств имени Жургенова Мурат Абзилбаев. Тренер подробно рассказывает об особенностях интонации, логических ударениях и что такое импровизация. Для имамов важно, чтобы верующие поняли каждое слово в их проповеди. Андрей Тен, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спустя 36 лет жители шахтерской столицы вновь смогли соприкоснуться с живописью ученого-узника Александра Чижевского. Экспозицию назвали «Я вечно к вам иду». В стенах Карагандинского областного музея изобразительного искусства посетителям представили около 80 работ, большинство из которых демонстрируется впервые. Пейзажи отражают эмоциональное состояние художника, передают его характер. Выставку давно ждали все, кто хоть немного знаком с именем знаменитого ученого. Одна из улиц Караганды носит имя профессора Чижевского, одного из основателей космического естествознания, основоположника космической биологии и гелиобиологии, изобретателя, поэта и художника. К сожалению, с Карагандой связана его печальная часть биографии. В период сталинских репрессий он был объявлен врагом народа. Александр Чижевский отбывал срок в Карлаге. Первая выставка картин состоялась в Караганде в 1980 году. И вот спустя 36 лет карагандинцы вновь могли соприкоснуться с живописью ученого. Здесь представлены те работы, многие из которых здесь не были. Они могли быть показаны в советское время. В частности, картины лагерные, это и в Дель-Лак, и первое поселение Чижевского. И второе, это, собственно, портрет. Главное, началось все с этого портрета. В этом году исполнилось 70 лет написания портрета. В 1946 году Григорьев, выходя из лагерей, встретился Чижевским и написал его портрет. В архиве Леонида Витальевича Голованова, нашего отца, с удивлением мы обнаружили этот портрет. Отца нет уже 2004 года. У Чижевского не было детей. Архив наследия завещали Леониду Голованову, пропагандисту ученого. После смерти Голованова часть коробок была вывезена на дачу. Разбирая архив отца, сын Дмитрий Голованов обнаружил именно эти картины. Незамедлительно было принято решение организовать тур, в том числе и по Казахстану, чтобы показать неизвестного Чижевского. Здесь Чижевский выступает совершенно как живой. Я обращался к музею в Калуге, но сильного интереса проведения такой выставки они не получили. Гораздо больше опыт я получил у сотрудников картинной галереи, собственно, музея Караганды. И с Александром Геннадьевичем Дехтом мы договорились о том, что и картины, и портрет в связи с 70-летием встречи ученых, художников, с 125-летием, со дня рождения Григорьева. И это фактически, это мероприятие открывает череду юбилейных мероприятий на встречу с 120-летием, со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского в следующем году. Так что тут масса поводов, но главное, это хороший такой творческий контакт. Карагандинцы первыми видят эти работы. Следующий визит запланирован в Астану, говорят организаторы. В целом, посетители вернисажа остались довольны, и положительных впечатлений хватит еще надолго. А сердце Замбаева, Жаксулы Кнурте, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Карагандинский клуб «Сарарка» продолжает победную серию домашних игр. Со счетом 3-1 закончился матч карагандинской команды с хоккеистами «Воскресенского химика». Все подробности матча далее в выпуске. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Саулболстер. Редактор субтитров А.Семкин